Добрый день! Мы начинаем наши прямые включения с выставки отдыха, которая сегодня открылась. И первый наш гость Ольга Ивановна Конакова, заместитель министра экономического развития Республики Коми. Ольга Ивановна, вы являетесь постоянными участниками выставки, в том числе и выставки отдыха, которая в эти дни открылась. Скажите, пожалуйста, какие новые турпродукты и ради чего в Республику Коми стоит приезжать туристам? В Республике Коми совершенно уникальный регион по природным особенностям, по тем этнографическим особенностям и праздникам, которые у нас есть. И естественно, по тому набору и федеральных экологических территорий у нас есть, и парк, и заповедник. Все, что хотите вспомнить, это все у нас есть. Ну, обычно на нас смотрят, как налезть нефть и газ, но главой Республики было принято решение сделать Республику Коми, так сказать, основным туристическим местом Европейского Севера. Я думаю, что мы эту задачу выполним. И для того, чтобы реализовать, мы делаем новые, в общем-то, пока имиджевые проекты. Но я могу рассказать об одном из них. Ну, вот один из них, это сияние Севера, насколько я знаю. Да, я думаю, что уже сухом земля полнится. Мы купили четыре вагона, значит, представительского класса, два из них. Один вагон ресторана и один вагон для переговоров. Вот. Но развивать таким продукт в одиночку, поскольку железная дорога, это непростая ситуация с ней, чтобы вагоны двигались, релизы разом не проложит никто. Мы делаем совместный продукт, он называется «Русский Север». В этом проекте участвуют и ВОЛ. То есть, ну, мы придумали новый продукт, который связан с посещением на нашем паровозе тех объектов, которые включены в ЮНЕСКО. У нас входят в ЮНЕСКО-бедственные лица Республики Коми, это огромная территория. В 1995 году нас туда включили единственных на Северо-Западе, вот как раз благодаря экологической уникальности нашей территории. И вот, совместно с Вологодой, значит, с Ярославлем, с Питером, с Москвой мы реализуем этот проект. И в рамках форума, который у нас недавно закончился, на прошлой неделе, мы как раз провели очередное совещание. Первый раз мы заключили соглашение с туроператорами, которые будут, ну, как, поезд, гостиницы, колеса. Днем мы смотрим, ночью едем и отдыхаем. Ну, и эти территории, значит, с туроператорами подписаны соглашение в рамках работы нашего туроператора. И собирались руководители регионов, те, которые возглавляют трансфитуризм у себя, для того, чтобы можно было оказать форум господдержки этому нашему совместному проекту. И мало того, что все, кто участвует, присутствовали, приезжала еще и Архангельская область, надежда на то, что когда будет достроен проект Балкамор, мы сможем все это заклицевать. То есть, ну, проект не зря называется «Русский Север», мы думаем, что будет как раз тот бренд. Пока четыре продукта предложены, мы работаем совместно с РЖД Тур фирмой. И четыре проекта предложены семь дней на четыре дня. И проект для детей на детских каникулах. То есть, с четырем нашим вагоном соединяются еще остальные вагоны, локомотив. Ну, и где-то под 350 человек, вот в таком самом максимальном туре, могут проехаться и увидеть все красоты «Русского Севера», которые включены в объект, как объекты у нас. Ну, проект стартует уже, так сказать, в режиме постоянного действия с 2015 года, а пробный тур мы будем делать уже с детских каникул 2014 года. Скажите, пожалуйста, Республика Коми нами воспринимается как промышленный регион, который богат ресурсами. У вас прошел экологический форум, на котором обсуждались проблемы развития туризма экологического. И программа какая-то принята. Будет ли у вас развиваться экологический туризм? И какие, может быть, внутренние министерские программы существуют для того, чтобы туризм развивался? Ну, и Республика Коми уникальна в этом смысле природного, развития природного. Она всегда у нас существовала, потому что огромные территории парка и заповедника у нас уральские горы, на самую высшую точку уральских гор. Поэтому у нас есть готовые продукты, называются «нетронутые сердца Урала», когда мы можем в совершенно комфортных условиях попасть на горы Нуары, на снегоходах, например, 200 метров остается только до вершины подняться, а потом вернуться отдыхать в гостинице, в которой, ну, уровне 3 звезды, в 130 километрах от любого жилья. То есть эти проекты все у нас есть. Но, тем не менее, поскольку Республика огромная, и вот, с одной стороны, это недостаток, потому что не доехать, не дойти, а, с другой стороны, это возможность сохранить все это в нетронутом и первозданном виде. То есть такие, такой рыбалки, такой охоты и такой красоты, как у нас, я не думаю, что нет ни у кого. Я горжусь своей Республикой, и поэтому, значит, не случайно Республикой был вовлен бренд, эко-Республика Коми. Вот, мы сейчас регистрируем этот бренд и будем в дальнейшем, так сказать, продвигать уже Республику Коми, как эко-Республику Коми. Ну, и, соответственно, это графически. Ну, эко не бывает без этно, это, я думаю, что все понимают, никому не надо объяснять. И, естественно, ну, если вы приедете к нам и попробуете наших груздей, выпьете, значит, наших напитков, и поедите наших шанек, и поедите наши ленины, то вы не сможете не вернуться, это точно. Еще тех, кто не смог не вернуться, просто нет. А как местное население реагирует и участвует в туристских программах в развитии туризма? Опять же, главой Республики решение о том, что у нас будет туристическая территория, было принято не ради развития туризма, просто как таковой отрасли. Дело в том, что сельские районы и перспективы их развития не всегда связаны с лесом, с нефтью и с газом. То есть есть огромное число жителей Республики, которые могли бы встречать, кормить, поить, спать, укладывать и рассказывать о том интересном и самобытном, что есть на их территории. И именно для того, чтобы включить сельские территории, повысить их самозанятость, мы реализуем некоторые проекты. У нас в программе по развитию туризма на Республике Коми, в отличие от других регионов, половину денег мы тратим на развитие инфраструктуры и формы господдержки, связанные именно с инициативой местного населения. У нас есть определенный порог вхождения в программу, то есть нужно обязательно быть туроператором, мы не можем, у нас не благодарительная организация. Но тем не менее, те люди, которые уже у себя дома, в своей деревне, создали этот туристический маршрут, пришли всю эту продукцию регистрацию, мы им помогаем. Значит, с нашей возможностью они могут, три четверти затрат мы компенсируем, но не более 250 тысяч, если не закупили какие-то транспортные средства. Это транспортное средство, в котором ты двигаешься по туннелю, то есть мощные средства, Треков, например, то уже сумма возрастает на тех же условиях до миллиона. Мы компенсируем затраты до 500 тысяч, опять же, две трети, связанные с подключением газа к свету, инфраструктурный проект и, естественно, информационная поддержка в виде, собственно, сайта мы ее компенсируем. На самом деле, эти 5 тысяч рублей туроператорского внедрения деньги мы тоже компенсируем сразу же полностью. Ну и еще есть у нас совместный проект с муниципальными образованиями университетства, когда мы на паритетных основах реализуем новые проекты, например, проект гостевого туризма в республике Коми. То есть не просто в доме нужно пожить людям. Мы, городские жители, хотим попадать в необыкновенное место, но в тех же условиях комфорта, которые есть у нас дома. Народ должен выбирать себе эти условия сам, поэтому мы хотим создать определенный уровень, чтобы они в турах выходного дня себя чувствовали в необыкновенном месте, но в тех же условиях, которые у них есть дома. И такие три проекта мы реализуем в Водорском районе, будем реализовывать в Печоре и в Уссельме. Ну вот как пилотные проекты. Соответственно, обучение проведем соответствующее, определенный стандарт будет создан. И совместно с муниципалитетами мы дадим денег на реализацию этих стандартов, потому что, как правило, это население или безработное, поскольку работы никакой нет, я не скрываю этого. Или, значит, вот это очень активные пенсионеры, у нас есть такие, ну они очень люди, увлеченные своим делом. И они считают, что за счет именно гостевого туризма они возродят в собственную деревню. И вот в рамках форума получила грамоту Федерального агентства Ростуризма такой человек, Чудрова Дина Ивановна. У нее в деревне 10 домов и 6 гостевых из них, поэтому я думаю, что до деревни Патраково доедет каждый. Сохранение деревень. Да, сохранение деревень, причем у них уже отработан маршрут полностью принятия, они кормят, поят местной едой. И даже такая игра есть, варятся щучьи головы, то есть из щуки пекутся пироги, а в голове нужны эти косточки, значит, их определенным образом обработать и сделать заорнянь. То есть легенда о золотой бабе, о золотой женщине, она как раз из этих мест. Ну там ищут клады, там ходят на рудники, там предлагают попить воды из колодца. Клады ищут и находят? Клады ищут и находят, они закапываются определенным образом, все в порядке, с индустрией. Рассказываются легенды естественные, ну и там много святых мест, которых можно посетить. Это места, то и чуди, это все рассказывается. Скажите, а для кого, кто гость в вашей республике, откуда приезжают? Ну у нас очень много иностранцев, особенно из финно-угорских стран. У нас был, как раз в прошлом году закончился совместный проект с Финляндией, называется Ордын-тропа. Много приезжает немцев, потому что у нас действительно уникальные возможности для охоты и рыбалки. Это их привлекает. Но наша задача состоит в том, чтобы собственное население, жители республики появляются в интересе. И поэтому мы как раз и хотим, с одной стороны, гостевой туризм развивать у нас в республике, а с другой стороны, это маршруты выходного дня для наших жителей. Потому что мы уже десятый раз проводим выставку «Отдых на севере», и пока ее девиз все еще остается «Откроет для себя республику». Ну что, Ольга Ивановна, хорошей вам работы на выставке. Надеюсь, вы найдете здесь новых партнеров и людей, которые заинтересуются и приедут к вам в республику для отдыха. Спасибо вам за внимание к нашей территории. Спасибо.